за гранью классики почему я назвал потому что в принципе от классика как мы уже говорили там минимальный какой-то пакет необходимый для выполнения задач в конкретные видения массажа здесь это можно назвать неоклассика или за гранью классики ну что здесь мы с вами будем проходить приемы которые несколько отличаются от тех которых мы которые мы узнали на первом курсе и соответственно задачи массаж исполняемыми этими приемами также будут другие чем отличаться будут задачи если допустим в классическом массаже у нас задача это рефлекторное воздействие на определенную зону плюс значит усиление крово-лимфотока общее и частное то здесь у нас задачи ближе будут задачам обычных коммерческого массажа и она же к задачам шведского массажа поэтому здесь же мы будем изучать принципы именно ну и соответственно немножко приемов шведского массажа то есть я не могу еще мы тут изучим прямо шведский массаж до тонкости но принципы как он работает будем изучать принципы массажа глубоких тканей принципы пресса массажа массажа кулаками предплечьями то есть мы будем изучать наиболее мощные методы воздействия потому что в классическом массаже память не стоит цели такого вот именно мощного силового воздействия классический массаж у нас самом деле достаточно такие техники не жесткие и там нет особо силовой мощи при вложении всего корпуса там как бы это я вот давал вам немножечко работы именно корпусом а вообще если вы посмотрите старые учебники и учебники по классике посмотрите работу некоторых мастеров классики так сказать таких как владимир васичкин и анатолий берегов они корпусом практически не работают массаж выполняется достаточно усилием рук я исхожу просто из того что в коммерческом массаже там как правило требуется мощное такое силовое растяжение это связано с тем что основные одна из основных задач в коммерческом массаже это глубокое проминание таких забитых кандовых спин и забиты они в чем это не физическими упражнениями там у нас в силу как бы застоя у нас идет уплотнение соединительной ткани из-за как сказать режима застоя из-за того что нет нормального кровообращения и у нас достаточно часто такой вот категория обращенцев это крупные мужчины занимающиеся офисной работы у которого мощная но вместе чугунная спина ну вот для таких как раз мы и будем изучать то есть это методы интенсивного расслабления мускулатуры методы как бы такой вот работы и техники которые мы будем изучать они будут отличаться от классики повышенной простотой то есть это упрощенные такие вот техники но вместе с тем я не зря вам еще на классике говорю что в принципе зная и понимая цели массажа использовать можно одно движение для всего массажа как бы не выходя за рамки этого движения проработать всю глубину тканей послойно и выполнить любые задачи массаж вот одна из таких техник техника одного приема это техника мытья как я ее назвал то есть это простейшая техника с помощью которых можно как бы сделать массаж и техника из разряда стать массажистом за один день вот значит на чем основана эта техника что там уподобляется как бы сам процесс массажа процессу отмывания а вот эти вот уплотнение мышечные соединительные ткани они уподобляются как бы грязи и в процессе массажа мы как бы оттираем от грязи наше тело и тем самым здесь работа правда идет не на внешне грязь она внутренней грязи то есть мы как бы проводим интенсивную детоксикацию ткани выжимание из нее и убирание как бы продуктов жизнедеятельности и соответственно у нас как бы если кому-то доводилось я думаю что все таки доводилось делать генеральные упорки в доме то где больше всего гнездится грязь укропных уголках правильно около плинтуса там между подножками или около ножек мебели вот а у нас такими плинтусами или ножками мебели являются всевозможные суставы и костные выступы вот то есть участки где у нас прикрепляется мышцы где у нас большое количество соединительной ткани и вместе с тем ухудшенные условия кровообращения потому что самые лучшие условия кровообращения это в самой мышце она является активным таким насосом крови а вот ткани соединительные они более пассивные там меньше конечно проявляется это поэтому регионы сухожилия регионы просто клетчаточные пространства они все склонны к определенному виду застоев и вот этот вот застой наша задача убрать техникой мытья и поэтому сегодняшний день у нас будет как раз посвящен изучение техники мытья в частности мы должны за сегодня практически выучить общий массаж в этой технике собственно теория тут закончена то есть мы любые вот эти вот уплотнения любые как бы нюансы мы уподобляем грязи которые нужно и работаем по такому же принципу сначала мы отмываем позвоночник потом идем там пошире пошире вот отмываем плечики отмываем поясницу отмываем значит область таза вот ну и так далее то есть состав в остальном мы руководствуемся теми же традициями что и в обычном классическом массаже вот и правило примерно те же мы же вот например если комнату будем выметать мы сначала из углов от плинтуса выметим на середину и потом уже будем прометать там андре в организме мы делаем то же самое только у нас плинтуса это как раз позвоночник а середина это как раз вот бака вот если брать кровообращение и нам действительно удобно нам удобно сначала промыть середину отбрать каждый уголок смести все к бокам и затем такими движениями от боков все это убрать так любые массаж масла мы начинаем с нанесения масла масло здесь наносится относительно немного в принципе поскольку эта техника мытья это же техника может использоваться и по мыльной пене значит в основу принято только одно движение полукруглое движение руками вот такое вначале у нас как бы общее такое моющее движение оно рассчитано на то чтобы немножечко как бы втереть маслица и разогреть кожу это примерно как хозяйка очень мокрой тряпкой промахивает пол с тем чтобы вода разошлась и грязь как бы начала откисать то есть у нас здесь в первом приближении мы делаем такие вот и замечу что движение видите у нас поверхностно я не очень глубоко то есть это как бы такое пока аналог поглаживания глубокого в классике значит после того как мы нанесли масло мы начинаем делать более глубокий массаж вот у нас линия позвоночника видите да и мы соответственно можем помнить как мы говорил что из уголков мы как бы выметаем и вот я начинаю потихонечку выметать и оттирать как щеточкой уголки укромные где у нас накопилась грязь к то есть я делаю те же самые полукруги вот продольное движение вдоль позвоночника и наружу продольное вдоль и к наружу здесь мы поскольку это примитивная все-таки техника и в расчете именно на то чтобы как говорится стань массажистом за один день но здесь мы не особо останавливаемся на каких-то таких вот мышечных нюансах то есть мы здесь и не называем мышцы и и работаем не по мышцам и не рассматриваем особо там какие-то регионы по сосудам здесь мы просто вот от центра от позвоночника мы всю грязь ку выводим на периферии то есть у нас тренд вот сюда к краю а сюда мы просто возвращаемся ну как хозяйка которая вот тряпкой моет она вот промывает в одну сторону а в другую как бы идет возврат или же мы можем сделать движение на две стороны совсем уподавляясь хозяйке с тряпкой все равно это будет та же самая техника полукругов это вот в общем таком намазывание но мы возвращаемся мы уже начали работать глубоко то есть вот мы мелкими такими вот полукружными движениями как бы растираем места где у нас есть проблема где у нас есть мышечное уплотнение, растираем, растираем, то же самое с этой стороны, те же самые полукруглые движения, видите, я просто не захожу с той стороны, чтобы не менять съемку, ну вот видите, я акцентирую пальчик, делаю из нее отдельную небольшую щеточку, но идет то же самое движение, теми же самыми полукругами, я иду в данном случае вверх, но я могу идти и вниз, в любом случае у нас общий тренд остается как бы от центра в периферии, а вверх или вниз мы идем только в регионе позвоночника самого, вот здесь вот по сути дела у нас нет четко сориентированных каких-то сосудов, они здесь вот больше мышцы там, поэтому здесь у нас около прямо непосредственной близости от позвоночника не очень принципиально, как мы работаем с соединительной тканью, ну и собственно говоря на уровне понимания вот данной техники, в общем-то те, которые ее изучают, они обычно даже не знают еще, что такое соединительная ткань, просто вы-то у меня уже в большинстве учились, поэтому не знаю, а так, в общем-то про соединительную ткань можно и не упоминать, и мы дальше выходим на границу и так далее, и так вот мы отмываем, пока у нас около позвоночника не будет хорошо размягченный, разогретый ткань, у нас уже более-менее здесь мышцы, вот там где у нас плотные мышцы, там где грязь, ну так же, как допустим вот и в комнате, там где толстый слой грязи, там где натоптано, мы берем здоровую жесткую щетку и, так сказать, начинаем энергично оттирать, а здесь мы, это аналог этого, медленная скорость и такое вот глубокое оттягивание, как будто мы эту грязь прям вот хотим сдвинуть, 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 и сами понимаете, если мы будем быстро двигаться, то мы ничего не сдвинем, а медленно и не торопясь, конечно, вот розинки мы обходим, мы их сильно не толкаем, и так до самого уровня над плечей, здесь то же самое, в начале мы делаем ознакомление такое вот, как бы разогреваем, размачиваем общую грязь, здесь у нас есть лопаточка, вот на лопаточке у нас тоже мышцы, тоже мы их, видите, я немножечко делаю акцент, вот есть такое понятие в массаже, акцент, ну это как вот та же самая швабра или тряпка, может быть со щеткой, может быть побольше тряпочка, или у пылесоса там узкая щелочка, большая, то есть вот для техники мытья движения остаются те же самые, я просто немножечко использую маленькие хитрости, делаю небольшой акцент, то есть давлю более концентрированно где-то в одном месте, либо акцент я могу делать на, соответственно, другой опорной поверхности, здесь могу делать акцент в зависимости от нужды, ну вот на лопаточке проще делать акцент на пальчиках, то же самое, вот здесь видите, вот проходит такая косточка, ось лопаточки, и вот мы ее отмываем в обе стороны, теми же полукруглыми движениями, вот, и даже немножечко забираем вот туда вот, как бы мы мыли человека в обычной мыльной пене, ведь это же логичное движение, правильно? То есть мы как бы отмываем человека, но только не от наружной грязи, а делаем то же самое логичное движение, верно же? У кого дети есть, тем меня поймут, кому доводилось отмывать своих карапузов, вот, и то же самое здесь, то есть тоже полукруглыми движениями проходим над осью, промежуточек между лопаточкой и позвоночником полукруглыми движениями проходим, для того, чтобы поудобнее встать, мы можем переместиться в голове, и такими вот полукруглыми движениями. Здесь, видите, у нас нет соблюдения правил классического массажа, то есть мы спокойно скользим, смещаем ткань, и делаем такие вот плотные выжимающие движения, как будто мы тряпкой оттираем что-то туда вот к краю. И время от времени, опять же, можем сделать вот как бы собирающее такое движение. Почему мы делаем это собирающее движение в сторону подмышек? А потому что как раз вот там наши двери, туда мы выметаем весь ссор. Там у нас лимфоузлы, на которые, собственно говоря, и делать можно как бы в две тряпочки сделать движение. То есть тоже вполне как бы такое логичное. Можно вести достаточно плотно, если у вас, ну, в физических возможностях есть. То есть, допустим, вот крупный мужчина и небольшая девушка. Вот. Можно как бы не в две руки в одну руку вести. И, соответственно, отмывание, ну, вести большим пальцем. Ну, обращая внимание, то же самое полукруглое движение. То есть, везде используем одно движение. Хотите вот с пригрузом, хотите без пригруза. Везде вот это вот полукруглое движение. И можно такие длинные вот выравнивающие движения. Собственно, все. Вот в технике мытья, можно сказать, более-менее спина уже промята. Можно только вот более тщательно, ну, как все хозяйки знают, что можно убраться, а можно убраться. То есть, ну, здесь мы вот прибрались, скажем, до того, чтобы прямо вот убраться у нас на этой спине еще далеко. Теперь перемещаемся ниже, соответственно. Здесь у нас аналогично идет. То есть, мы сначала наносим как бы моющий реагент, а спиночку лучше прикрыть еще простыночкой какой-нибудь, чтобы у нас не остывала наша модельечка. Вот. Вот. Смотрите, опять все то же самое. Да мы уже накрыли. Панчик, накрыли уже. Накрыли. И вот смотрите, все ровно то же самое. Опять же, почему я делаю внутрь, да? Здесь у нас в ту сторону у нас паховые лимфоузлы. Но я могу здесь вот, в этом регионе, делать и наружу, потому что у нас там тоже есть паховые лимфоузлы. Можем делать на две стороны. И все равно вот они, эти полукруглые движения, характерные для техники мытья. Здесь у нас ткань мягкая, поэтому мы ничего не кричим. Вот. Но если нам нужно, здесь вот особенно мужские, допустим, ягодицы с плотной кожей, мы можем применять более жесткую щетку. То есть мы можем сделать пальцы вот так и, соответственно, более глубоко, более жестко вот, обращу внимание, отмывать вот таким приемом или вот более такими вот фиксированными, чтобы размягчить. Вот. А так все остается то же самое. То есть те же самые полукруглые движения, обратите внимание, с этой стороны кнаружи, потому что это просто логичнее. Правильно? Потому что от этой стенки мы будем вести в коридор влево, а от этой стенки будем вести в коридор вправо. Это логично. Так и здесь тоже. Здесь мне логично в эту сторону вести, а здесь в эту, и совершенно случайно это совпадает с естественным током сосудов. Ну, как знаете, совершенно случайно в кустах обнаружен рояль. Время от времени мы можем делать такие вот глубокие проходы, как будто мы, так и широко, так и в коридор, вжих туда, в дверь. И вот мы все это вот, и опять начинаем. Хотите вот так двумя руками, хотите можно поочередно. Обращаю внимание, что это, в общем-то, не разнообразный прием, а по сути дела одно и то же движение, один и тот же полукруг. Везде все предельно просто. И то же самое здесь. Тоже, смотрите, вот полукруглое движение, здесь мы работаем мягче. Значит, ножка у нас может быть зафиксирована. Либо мы можем взять валик или поставить свою ножку и отмываем тоже вовнутрь. На самом деле очень удобная, очень производительная техника. Здесь у нас жестенько все. Поэтому мы здесь особо вот грубых таких, у нас плотная фасция, мы здесь не грубим. Мы здесь стараемся терпеливо размягчить. Видите, я просто вот пальцем провожу, я не делаю никаких вот характерных для классики, допустим, движений. Это более сложно. А просто вот, хотите вот даже без кисти вообще вот намывая, то же самое полукруглое движение. Хотите кулаком, хотите так кулаком, хотите тыльной стороной. То есть, вот это не создает новизны приема или массажа. Это все то же самое. Вот, предплечьем тоже. То есть, видите, я первым движением сваливаю мышцу с кости, а потом начинаю растирать. Я не давлю на кости. Этого делать не надо, потому что в этом случае мы будем не отмывать, а продирать пол. Такой задачи у нас не стоит. А у нас задача отмыть. То есть, мы сдвигаем, мы гоним туда вот всякую бяку, не вдавливаем так же, как мы поступаем с обычной грязью. Мы не вдавливаем грязь и не втираем. А мы ее сдвигаем. Мы ее выгоняем. Вот туда. Вот туда. Вот туда все. И потом можем по всей ноге тоже пробраться. Вторая нога делается полностью молодой. Значит, массаж предплечьями. Массаж предплечьями, он бывает не только релаксирующим, массаж предплечьями бывает очень даже силовой. Вот. Это достаточно универсальный инструмент, которым можно делать не меньше приемов, не меньше манипуляций, чем мы это делаем в классическом массаже кистями. Хотя, конечно, кисть более маневренна, но классика она ограничивает число приемов. С тем, чтобы просто не забивать лишнюю информацию голову. Значит, какие основные элементы у нас в массаже предплечьями? Самый простой элемент. Это прямое скольжение. Вот. Видите, то есть кисть плавно переходит в предплечье и даже можно иногда и на плечевую часть. Легко? Вот. Простой прием. Значит, в более таком исполнении это может использоваться таким вот образом. Поочередное прямое движение руки. Для усиления элемента рука может вращаться. Видно? Простой прием. Вот это чуть посложнее. То же самое в других местах. Второй вариант. Параллельное движение. То есть, вот. Видите? Вот такое движение. Как правило, выполняется более несистой частью предплечья. Вот. Прямое движение. Вот. Поперечное. И, наконец, движение угловое, веерное. Как в одну сторону, так и в другую. Это, как бы, основные элементы. А все остальное, это является их сочетанием. Итак, начнем с самого простого. Вот мы расположили руки. А теперь начинаем, как будто мы моем полы. Сюда сместились. Сюда сместились. Сюда сместились. Сюда сместились. А руки просто тянем за собой. Сюда сместились. И, вместе с тем, это достаточно такой серьезный и мощный прием. Правильно? А если мы еще чуть-чуть играем корпусом. То есть, не просто туда-сюда смещаемся, да? А еще немножечко подаем плечо в прием. Видите, у нас появляются возможности для самых разных вариаций. Верно? Дальше. Значит, обычно принято, как бы, не особо прерывать приемы. Можно действовать предплечьями на разных уровнях. Видите? Опять же, техника, как будто моем пол. Жиг. Жиг. Перемещение идет за счет ног. Понятно? То же самое я могу, грубо говоря, перейти на другую ногу. Вот будет та же картина. Ясно? Легкие приемы, так, на вид. Другие варианты скольжения. Вот варианты этих прямых скольжений. Правильно? Помните, я говорил, что вот совсем прямо не очень здорово. Может, мы давим на кость. Мы обычно, если используем, то вот так вот наискосок. И здесь, опять же, смотрите, я рукой как будто отбиваю. Это достаточно комфортное, уютное ощущение. Понятно? То же самое вот в сторону. Отбиваю и могу пройти дальше. Один еще вот из очень простых приемов. Я его называю эстонец, копает картошку. Очень простой, но хорошо расслабляющий прием. Видите, я ни на секунду не отрываю руки. То есть максимально обрабатываю. И в то же время, поскольку у меня тут то с одной, то с другой стороны, в голове полное судьи. У человека джу-бжу-бжу внимание куда-то улетучивается. Продолжение следует... Продолжение следует...